МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я тебя пока что вообще не вижу. К сожалению, вас тоже не видим. Нужно камеру включить, мне подсказывает режиссер, что можно таким образом это исправить. У нас есть картинка. Мы вас видим и мы вас слышим. Я хотел бы начать с актуальной темы. Она недавно появилась. Эта история связана с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую насильно пытались вывезти из Токио в Беларусь. И, судя по тому, как эта ситуация освещается в СМИ, она может даже затмить дело Романа Протасевича. Следите за развитием этой истории? Слежу, конечно. Вообще слежу за развитием событий на Олимпиаде. Это тоже от меня не ушло. А что это было, на ваш взгляд? Казалось бы, производственный конфликт, недовольство тем, что происходило в сборной. Почему это приобрело именно такой характер? Как вы считаете? Во-первых, на мой взгляд, там было острое предисловие. Потому что, как известно, Лукашенко выступил с довольно жестким предупреждением насчет того, что кто без медалей вообще могут не возвращаться. Примерно так это выглядело. Так что, я думаю, что все чиновники Олимпийского комитета Беларуси очень сильно напряглись. Потому что это их касалось больше, чем спортсменов, на мой взгляд. Спортсмены что с них взять? Они бегают, прыгают, мячик пинают. Они могут уехать, если что. А чиновников бы сняли скальпы. Поэтому они, я думаю, транслировали свой страх на ниже стоящих, на спортсменов. Я думаю, они там пытались закрутить гайки. Поэтому атмосфера там в команде Беларуси была соответствующая. И сейчас есть. И когда эта девочка подняла, Тимановская, подняла скандал по поводу того, что ее поставили на ту дисциплину спортивную, которой она не занималась, и сразу попытались дать по шиям, она, во-первых, по-видимому, еще человек с чувством собственного достоинства. Во-вторых, она, может быть, почувствовала, что дело пахнет героченом, потому что ее хотели загрузить в самолет, отправить в Минск. И она просто, может быть, помимо прочего, испугалась, имела на этом все основания. Поэтому она оставила бучу и попросилась вообще, чтобы ее хранили японцы. И хочет теперь просить, насколько мне известно, на убежище в Австрии. То есть доигрались белорусские товарищи. Ну, если рассматривать эту ситуацию с точки зрения прецедента, потому что вот как раз и Павел Латушка выходил сегодня в наш эфир, и многие белорусские эксперты, и, в общем, пытались вспомнить, было ли что-то подобное, и говорят, что со времен СССР ничего подобного не происходило, когда с Олимпийских игр или с других спортивных мероприятий люди просили политическое убежище. Ну, со времен СССР не происходило и таких событий внутри страны, Белоруссии в частности. Так гайки не закручивались, по-моему, со времен СССР. Поэтому вот мы дождались времен СССР. Причем, я бы сказал, в таком жестком варианте, потому что сейчас там ситуация в Белоруссии пожестче, чем была в позднем Советском Союзе. Ну, к чему это может привести? То есть вот для Лукашенко это может обернуться очередной проблемой? Именно то, какое развитие получило эта история. Да какая для него проблема-то, Господи? Он и так просто у Нонграда в Европе. Уже больше Нонграда и быть не может. Поэтому он здесь, знаете, как человеку, который получил пожизненное. Ему же все равно. Он ничем себе не может ни улучшить, ни ухудшить ситуацию. Мало того, я считаю, что это в какой-то мере работает на него, потому что он в глазах Путина он становится приемлемым человеком на посту руководителя Белоруссии. Потому что он финтить уже не может. Оборачиваться, так сказать, к нам задом, передом к Европе он уже не может. И вы перед Европе, что нам не нужен. Впрочем, и зад. Поэтому он приемлем. При том, что антипатия между ними сохраняется, я думаю, что теперь Путин может даже не искать ему альтернативу. В этом смысле его слабость работает на него. Его слабость – это его сила. Я говорю о Лукашенко. Ну, а здесь как раз, опять же, наши зрители рассуждали на тему, а не превосходит ли он в этом смысле КНДР. Не в том смысле, что, может быть, еще пока, наверное, не догнал тот режим, но что на Олимпийских играх они ничего подобного себе не позволяли. По крайней мере, нет таких прецедентов, что там со спортсменами. Ну, это вполне естественно, потому что все-таки в КНДР нет такой памяти о свободе, какая была, которая есть в Белоруссии. В Белоруссии все-таки не привыкли к таким репрессиям. А в КНДР уже какое поколение в этих условиях, поэтому там в голову не приходит принимать скандал. А в Белоруссии приходит в голову, слава богу. Можно ли говорить о том, что сегодня в Белоруссии, в России искореняется вот эта память о свободе, что есть некая цель убрать это ощущение, которое присуще людям, которые помнят 90-е, перестройку и так далее? Я думаю, о памяти никто не думает. Но если не брать историческую память. Просто хотят завинтить все, до предела и все. Но это невозможно, потому что это должно действительно пройти несколько поколений, чтобы эта память о свободе исчезла. У одного поколения этого не получится. А большего времени у этой власти нет, чем у одного поколения. Все-таки демократия победит, считаете? Ну, конечно, несомненно. Потому что демократия наиболее эффективна, поэтому она пробьет себе дорогу, так или иначе. Ну, кстати, вот нередко вспоминаешь, что путь России к демократии очень сложен. И, в общем-то, демократия или какие-то элементы демократии, они лишь ненадолго приживались. Потому что если брать советский период, то это период перестройки, какой-то фрагмент 90-х годов, а дальше все закончилось. В общем, если посмотреть в историю, не так много этой демократии было. Вот согласны? В истории нашей страны ее почти совсем не было. Но это история. Мы все-таки сейчас говорим о будущем. Я еще раз повторяю, поскольку демократия все-таки, хотя и плохой вид спорта, но наиболее эффективный, как известно, лучше всех остальных, так или иначе пробьет себя дорогу. Ну, я не говорю, что это будет при нас с вами. В любом случае, при мне вряд ли. Жаль только жить в эту пору. Счастливым не придется ни мне, ни тебе. В эту пору прекрасно, как говорил Некрасов. Ну, а почему, на ваш взгляд, все-таки такое возвращение сейчас на постсоветском пространстве, ну, в ряде стран постсоветского пространства, к жесткой руке, к авторитарной или даже тоталитарной модели? Что пошло не так? Ну, все пошло не так. Главное, что просто других моделей нет. Кроме стран Балтии, одну из которых вы, так сказать, представляете, где только одно поколение фактически жило при советской власти. Все остальные имеют целую огромную историю жизни без демократии. Поэтому просто другого и не знают. Ну, не знают другого. Что мы хотим от Центрально-Азиатских республик? Что мы хотим от России? Наши требования завышены. У нас звонок зритель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы? Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я из России, гражданин России и Беларуси. Николай Карлович, у меня к вам вопросы, как к историку. Не видите ли вы параллели с сегодняшней белорусской ситуацией и Польшей в 80-х годах, между началом 80-х и концом победы мирной революции, и Россией в ситуации между 1905 и 1917 годом? То есть, согласны ли вы с мнением Александра Невзорова, который говорит, что если белорусы выйдут, они уже не выйдут с шариками и цветочками, а выйдут до конца и до победы? Возможно ли силовое сопротивление? Спасибо. Спасибо за вопрос. Возможно, все. Возможно, все. Белоруссия не Россия, так же, как Украина не Россия. Белоруссия очень сильно отличается от России и ментально, и географически, точнее, геополитически. Белоруссия ближе к Западу. Белоруссия более, в хорошем смысле, однообразна в этническом и религиозном плане. Она, в этом смысле, вот все привычные слова о том, что белорусы стопроцентно терпеливы, из них можно верёгкивить. Я думаю, что это ерунда, это не так. Очень гордый народ. Это показывает Великая Отечественная война. Поэтому, возможно, всё. Что касается параллелей исторических, параллель с Польшей. Ну, вы знаете, Польша бы и сейчас была при советской власти, если бы не рухнул Советский Союз. Главное, что помогло Польше и всем другим странам бывшего соцлагеря и республикам бывшего Советского Союза, это то, что рухнула система советская, которая оказалась абсолютно исторически недельспособной и неконкурентоспособной. Если бы она не рухнула, всё бы продолжалось до сих пор. Все бы ходили с овощиками в магазины, стояли бы в очередях перед пустыми прилавками. Всё бы было то же самое. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok